Продолжение следует... Опять не знаю, конечно. Вы знаете, представления об этом меняются, чему я учу. Вот я понимаю только одно, что я учу не тому, чему надо учить. Это безусловно. Потому что чему бы я ни учил, это приходит в репетиционный класс или в репетиционный зал, допустим, к тому же господину Додину Льву Абрамовичу. И выясняется, что я учу не тому, потому что концепция слова в драматическом искусстве за это время пересмотрена мэтром Додиным. Он ушел от того, что было, скажем, несколько недель тому назад. И я понимаю, что то, чему я учу, должно как-то соответствовать тому, с чем они будут иметь дело, иначе им трудно и не перестроиться. Потому что то, чему я их научил, оказывается как раз то самое, чему учить было не надо. Вот. Не знаю, чему учу. Учу прежде всего, конечно, попытаться понять, что слово значит. Вернее, что значат эти слова, что значит этот, что такое контекст, от чего зависит понимание слова. Что оно может быть не только индивидуально, но оно все-таки чем-то обусловлено, помимо индивидуальной работы сознания. Вот этому я пытаюсь учить, ну, на каком-то таком отдаленном этапе, но начиная с простейшего. В традиционных методиках преподавания сценической речи вполне допускается, что человек говорит какие-то вещи, ничего не думая, ни о чем не заботясь, ничего не понимая, кроме правильной артикуляции, правильного раскрытия рта. Это не то, что какие-то архаические методики, они до сих пор применяются. Вот, скажем, я ехал в машине три дня назад и слышал большое интервью Максима Матвеева, известной нашей звезды, нашего кинематографа, который говорит, что у него были большие проблемы с речью, в первую очередь с голосом, что он так с первого курса попал в окружение таких мастеров, как Табаков и Зудина. И ему Олег Павлович говорит, что у тебя с голосом, земляк, земеля, что с голосом-то у тебя, куда у него голос? И выдал ему Анну Николаевну Петрову, значит, знаменитого специалиста по сценической речи. И вот, говорит, Максим, в общем-то я преодолел этот зажим, но вот эта вот пробка, разговор был по радио, я в машине его слушал, и что-то он, видимо, показывает, эта пробка всегда со мной. Ведущий его спрашивает, зачем она вам? Он говорит, а я ее вставляю между зубами и говорю, как на головке, меня так научили. То есть, что он там в это время говорит, не имеет никакого значения, абсолютно. Главное, что расстояние между зубами равно вот этой самой пробке. Она либо подогнана под нужное расстояние, там обрезана, скажем, либо челюсти подогнаны под пробку и раскрываются вот так. Это, в общем, такая чистейшая механика, конечно. Я, например, стараюсь этого избегать и пробку никогда не вставляю. Не вставляю я также два пальца в рот студентам или артистам, хотя есть такой знаменитейший и со всемирной известностью педагог Кристина Линклейтер, она занимается голосом и речью, которая засовывает пальцы в рот для того, чтобы вызвать рвотный рефлекс. Сколько в начале рвотного рефлекса возникает освобождение, необходимое освобождение голосовой мускулатуры, и появляется голос. Вот у меня сейчас появился так, как будто бы. Она вставляет пальцы не только в ротовое отверстие, но и в противоположное тоже, потому что она считает, что анальные зажимы, что, в чем я думаю, права, очень свойственны человеку и артисту в особенности, что это наименее как бы осознаваемые зажимы. А вот когда она вставляет туда пальцы, то эти зажимы от чего-то проходят. Я не знаю, мне кажется, они должны усиливаться от того, что тебе туда вставляют пальцы. Но она считает, что нет. Ну, она очень эффективный педагог, у нее прекрасные результаты, и оспаривать я это не могу, но не могу ничего никуда вставлять в то же время, потому что иду от другого. И это, конечно, тесно и напрямую связано с той школой, собственно, актерского мастерства, то есть понимание сущности актерской профессии, в которой я работаю, ну, последние лет сорок, скажем. Ах, ну, только мужчины, вот, Настя, не надо покорять, что запомнили. Где-то, по-моему, вот был такой сборник 1908 или 1909 года о театре, издательство Шиповник, там со статьей Мерхольда, со статьей Ремеза, вы помните? И там, я не помню, кто, но кто-то из авторов этого сборника, сейчас просто не вспомню, пишет, что наши, имею в виду художественный театр, мастера смысла, происходящего на сцене, смысл в кавычках, приводят к тому, что театр становится безобразным, бескрасочным, скучным, никому неинтересным, они ковыряются в смысле. Как теперь говорят, в смыслах. Вот, я принадлежу к той школе, которая ковыряется в смыслах. И чем дальше, тем больше. То есть, как бы, так сказать, внешний антураж смысла становится менее, менее, менее значимым для тех, кто этим смыслом занимается, кто его пытается извлечь, либо из авторского текста, либо из собственных вариаций по поводу авторского текста, по поводу традиции воплощения этого текста, в результате полемической настроенности против традиции, иногда против самого текста. Вы знаете, конечно, такие примеры. Но это может быть разными путями. Можно это атаковать, как Бродский говорил, Люфтваффе, что Корбюзье нанес ущерб облику Европы не меньше, чем Люфтваффе. Вот, можно, значит, на манер Люфтваффе атаковать автора и традицию. Даже в большей степени традицию, чем автора. Потому что каждый раз полемика, борьба – это полемика с традициями, естественно, не с автором, что с ним полемизировать. Вот. А можно это так вот, таким, знаете, радиационным методом, тихо-тихо-тихо, проникая в ядра клеток, вызывать там перестройки внутриклеточные, изменения, изменять внутриклеточное пространство смыслов, текста, слов. И изнутри как бы добиваться перерождения, думаю, что это правильное слово, перерождения того результата чтения, которое было у артиста первоначально. Он прочитал текст, естественно, возник какой-то результат. Он все равно представляет себе свою роль и все равно себе представляет, как он ее будет играть. Или представляет себе, какая роль его. Еще он не знает, кого он будет играть. Ну, я не знаю, наверное, если ты Козловский, то ты не думаешь, что ты будешь играть полонию. Нет, конечно. Ты знаешь, что будешь играть Гамлета. Но, естественно, возникает какое-то представление. И дальше начинается отношение борьбы с представлениями артиста, публики, критики, театроведения, предшественников режиссеров, учителей. и поле битвы, душа артиста. Но, между прочим, и его речь тоже. Потому что, конечно, если эта речь следствия того, что актер прочитал текст, у него возникло внутреннее представление, не только зрительное, но и слуховое, он, конечно, слышит, как он говорит эти реплики. Потом понравилась какая-то реплика, он внутренним слухом слышит, как он это будет говорить. И у абитуриента, который выбирает себе басни на поступление, он знает, как он скажет, уж сколько раз твердили миру, что резьбнувся на вредно. И вот очень сложными такими далекими путями, ассоциативными, путем оглушения, путем внедрения совершенно, ну, никак, ни с какой стороны неожидаемых представлений, ассоциаций, атаки на первичное восприятие, постепенно, постепенно возникают внутренние трансформации, которые, конечно, ну, вот я отвечаю на вопрос, в чем эта школа, как мне кажется. Естественно, это, конечно, один аспект. Мариночка, там много всего. Сейчас тройной тренинг сильно драматического соревнования. Латва Румянцева, Лиза Боярская, Данила Косовская. АПЛОДИСМЕНТОР Ну, садятся люди за стол. Или садятся в полукруг и читают текст. Вот они читают текст. Им говорят, ну, понятно, здесь у автора как бы написано, что человек ищет выход из затруднительного положения, из затруднительной ситуации. А вот если он не ищет выход из затруднительной ситуации, если он понимает, я перескакиваю сейчас какие-то этапы, если он понимает, что в любом случае эта ситуация поставит его на грань несуществования. И вопрос уже переходит в другую плоскость. Быть или не быть, хотя это не Гамлет, речь идет не о Гамлете, а не как выкрутиться. Это очень трудно. Знаете, если текст провоцирует меня на то, что я должен вывернуться, я должен уйти из-под давления, то мне отказаться от этого очень трудно. Меня начинает переключать на что-то другое. Думайте о другом. А давайте вот вы сейчас закуриваете сигару, подумайте, что сигара-то никуда не годится на самом деле. Плохая сигара. До нынешнего исторического времени сигары были гораздо лучше. Сейчас они хуже к качествам. И в это время говорить, что сигара важнее сейчас. То есть какие-то возникают, я вам говорю, уже от технологии поминутной, даже не пошаговой, а помгновенной. То есть так или иначе отманить ум, сознание артиста от первичного представления. С тем, чтобы в итоге направить на новое, либо в конце концов даже вернуть к первичному представлению, но на другом этаже, на другом уровне. То есть обогащенным многими-многими-многими превходящими обстоятельствами и нюансами. Вот это вот я называю ковырянием смыслов. Думаю, что технологии, если я понятно скажу. Продолжение следует... Продолжение следует...